4 февраля во всем мире отмечают День борьбы с раком, одной из острых проблем современности. В России ежегодно примерно у 600 тысяч человек впервые диагностируют это заболевание. Как эффективно бороться с этой проблемой и о счастливой истории выздоровления расскажем в следующем репортаже. За последние два года в Тверской области наблюдается позитивная динамика снижения смертности от злокачественных новообразований. В 2021 году было 239 спасенных жизней, а за 9 месяцев 2022 года от этого заболевания умерло на 10 человек меньше, чем годом ранее. Но тем не менее онкология по-прежнему ежегодно уносит жизни россиян. На первых ролях это раки молочной железы у женщин, потом идет женская половая сфера, то есть шейка матки, рак эндометрия. У мужчин рак легких, рак желудка, примерно одинаково полувозраст, насколько я помню, это рак толстого кишечника. В Риме сюда действительно мы уводим заболевания и возможно полное выздоровление, но для этого, конечно, нужно, чтобы человек обратился на ранних этапах. Зачастую рак диагностируют у пациентов старше 40 лет. Риски возникновения повышают наследственность, лишний вес и вредные привычки. Онкология одолевает и молодых, например, лейкоз. 3-4 случаи приходится на 100 тысяч детей. Однако и он успешно лечится. Это доказывает история Артема Лескирова. Для отверчания на диагноз стал шоком. Но спортивная закалка помогла взять себя в руки и пройти 24 курса химиотерапии. Спустя около двух с половиной лет болезнь отступила, но диагноз заставил Артема пересмотреть свою жизнь. Сегодня спортсмен продвигает донорство костного мозга и помогает другим онкобольным. Главным фактором является полное доверие своему лечащему врачу, самому же помогать головой, искать позитивные мысли, читать книжки, занять себя чем-то и думать о хорошем. В этом случае, я думаю, получится все. Ну и верить, верить в Бога, верить в себя, верить в свои силы. В программе диспансеризации заложены вот эти нюансы и уже подобрана программа диагностики для разных полов, для разных возрастов. Если мы выявляем на первичных анализах или какие-то жалобы есть у пациента, то мы отправляем на второй, уже более углубленный этап обследования. И там смотрим уже прицельно по разным органам и системам. Для ранней диагностики и лечения модернизируются учреждения здравоохранения. Тенденция последних лет — открытие центров амбулаторной помощи онкобольным. Всего их запланировано семь. Они уже работают в Твери, Вышнем Волочке и Ржевской ЦРБ. Все они оснащены современным оборудованием. Региональная власть уделяет этому вопросу большое внимание. В числе приоритетов — развитие первичной медицинской помощи, решение кадровых вопросов, комплектование учреждений здравоохранения оборудованием, цифровизация отрасли. Этим направлениям следует уделить особое внимание, вывести их на более высокий уровень. По мнению губернатора региона Игоря Рудени, важно обеспечить в больницах и поликлиниках Тверской области качественное медицинское обслуживание, что сократит количество запущенных случаев и спасет десятки, а то и сотни жизней. Субтитры создавал DimaTorzok